Привет всем! На прошлой неделе мы говорили о бюджетировании. Я записал ролик, так скажем, бюджетирования в теории. И в качестве обзора хотел бы поговорить чуть-чуть об этом. То есть мы увидели, что в основополагающей идее за бюджетирование стоит то признание, что мы как люди падки на всякие страсти. Мы любим там, увидел распродажу, захотелось, ты понял, что вау, минус 50%! Аааа! Это просто невыгодно не покупать! Где, конечно, есть минус 100%, когда ты вообще не покупаешь, вот и кучу сэкономил. Ну мы падки на всякие страсти, на всякие такие кроткосрочные кризисы, в кавычках. И из-за этого, из-за этого признания нам нужно иметь такую систему под названием бюджетирование. Это, грубо говоря, определение берегов для себя. Это такие договора сам собой. Это определенно, как сказать, будильники, как я их называю, да, которые предупреждают тебя, что все, все, хорош, не надо здесь больше тратить, нужно там нажать на тормоза. Искусство бюджетирования, ну вкратце, да, это потратить деньги два раза. Не в том смысле, что ты потратил зарплату и еще там в кредит залез. Нет, нет, нет. Это то, что ты получил доход и потратил его полностью на бумаге, до последней копейки полностью его потратил на бумаге, распределил его по категориям, по конвертам, так скажем, да, и потом только после этого ты соответствующей категории, соответствующий конверт, ты его потратил. Когда мы говорим о финансах, вообще любой вообще разговор о финансах, всегда есть две составляющие, как минимум, да. Это доход и это, ну, затраты, да, то есть то, на что мы тратим, да, то есть это гениально. Это вообще глубокая мысль. И также здесь, когда бюджетирование, у нас есть, ну, доходы, да, то есть в мире существует, конечно, их много, но в целом, в принципе, два вида дохода. Ты или на зарплате сидишь, да, ты получаешь там зарплату раз в месяц, раз там в две недели, вот, и поэтому твой бюджет должен быть составлен раз в месяц или раз в две недели, грубо говоря, или ты сидишь как частный предприниматель и, ну, у тебя доход приходит там всячески по-разному. Я советую всем распределять финансы, то есть из, если ты там частный предприниматель, из своей кассы иметь назначенное время для этого. Допустим, в нашей семье мы копим деньги в течение месяца и потом в конце месяца вот этот конверт или этот касса, так скажем, да, распределяем по категориям, то есть делаем бюджет. Может быть, для тебя это две недели на сегмент, может быть, это недельный сегмент, но очень-очень-очень важно, если ты частный предприниматель, да или вообще-то, если ты сидишь на заплате, не тратить деньги, когда они приходят, а тратить деньги только после того, что ты уже их потратил на бумаге. Опять помним, что бюджетирование, это искусство бюджетирования, это потратить деньги два раза, да, то есть сначала на бумаге, потом в реальности, да, то есть. Как я говорил в прошлом видео, бюджетирование должно иметь несколько, так скажем, горизонтов, да, некоторых рамки. Давайте поговорим о таких общих категориях, там, у меня, у меня очень много-много категориях в рамках, там, 10-минутное видео, не хватит времени, чтобы все их пройти, но общий, каждый человек должен это определить для себя. Именно поэтому в управлении финансов мы начинаем с учет, потом с анализа, первичный анализ, вторичный, для того, чтобы ты определил для себя твои категории затраты, чтобы потом ты обратно в эти категории мог положить деньги и уже из этих категорий потратить, да. Сначала я хочу поговорить о нашей системе. Мы используем так называемую конвертная система. Почему конвертная? Да потому что у меня целая куча почтовых конвертов, куда я складываю деньги. У меня на каждом конверте есть подписанный такой вот, куда это назначено, да, то есть у меня есть такой текстовый документ, который я составил в конце месяца, какое количество денег конкретно в рублях должно уйти из доходов месячных, да, в конкретный конверт, да. Поэтому давайте поговорим о общих таких важных, скажем, категориях сначала, а потом, может быть, более мелких. Первая категория, которая очень сильно важна, сильно важна, это категория даяния. Вы скажете, да, вот, началось, нет, 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 мне давать ничего не надо. Даяние. Почему? Потому что мы как люди, когда мы начинаем заниматься финансовым управлением, мы говорим, я управляю своей собственной жизнью, я управляю своей собственной судьбой, да. Понятно, что мы все там перед Богом ходим и там, то есть не контролируем много, многие вещи, но мы должны все равно иметь такой взгляд, что я хозяин своей судьбы, я хозяин своей жизни, да. То есть я всегда говорю, что нам нужно быть не градусниками, а термостатом, да, то есть не отражать окружающую реальность, а составлять его, делать эту окружающую реальность для себя. Вот, поэтому это очень важно иметь такой категории, как называемый, которую я называю даяние, да, то есть это какой-то процент, там, я советую, 10% от своих доходов давать куда-нибудь. То есть это или благотворительность, или в твою церковь, или там, там, хоть куда, неважно, то есть отдавать определенные суммы твоих доходов. Тем самым ты объявляешь саму себе, что ты контролируешь свои жизни, да, то есть что ты даятель, а не только потребитель, да. Ты тот, который генерируешь богатство, генерируешь доход, генерируешь что-то, а не просто поглощаешь. Это больше тебе нужно, чем кому-то еще, да. То есть поэтому, если ты не знаешь, кому дать, там, дай первому попавшему бомжу на улицу, сделай его день счастливым. Поэтому нужно давать какую-то часть твоего дохода, каждый месяц иметь бюджет конкретно для даяния, для благотворительности, да. То есть это первый такой, первый такой, как сказать, конверт, который у тебя должен быть. Второй – это кризисный фонд. Многие из нас появляются такие кризисы в нашей жизни, там, холодильник сгорел, там, двигатель в машине накрылся, там, не знаю, крышу перестелить надо. И мы начинаем залезать в долги или, там, копать для себя финансовые ямы, потому что у нас нет кризисного фонда. Очень важно иметь кризисный фонд. Первая задача, которую ты должен делать, когда ты, ну, составляешь бюджет, это понять, что тебе нужно каждый месяц откладывать какую-то небольшую сумму в копилку кризисного фонда. Кризисный фонд должен быть сначала приравниваться хотя бы 90 дней жизни вашей семьи. Да, то есть, если вам нужно, там, 40 тысяч рублей, грубо говоря, или, там, 30 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, чтобы прожить месяц. Когда ты накопил 3 месяца, хорошо накопить еще до 6 месяцев, чтобы кризисный фонд приравнился 6 месяцев. Ну, это, это, как бы, общий, ну, как бы, долгосрочный цель. Но для начала хотя бы 3 месяца. И тогда, когда у тебя накроется, там, холодильник, там, или стерильная машина выйдет из строя, или, там, еще что-нибудь, у тебя есть кризисный фонд, куда ты можешь прибегать. Так же, если вдруг, там, угроза увольнения от работы, или смена, там, жизненная деятельность. У тебя есть подушка, на которую ты можешь опираться, которая позволит тебе сделать эту смену безболезненно. Многие люди сидят на работах, которые они не хотят вообще, ну, на которых они вообще не хотят сидеть, но из-за того, что нету кризисного фонда, нету подушки, они даже не могут, там, уволиться, и, там, допустим, там, месяц-два искать, там, другую работу, или, там, начать другой бизнес, или еще что-то. То есть, кризисный фонд, это не инвестиция, это кризисный фонд, это те вещи в жизни, которые мы всегда говорим, ну, а как насчет непредувидимых, там, происшествий, да, непредувидимых расходов, да, то есть, нельзя же предугадать все, но много чего можно предугадать, то, что, ну, просто знать заранее, что будут такие случаи, если ты знаешь заранее, что будут такие случаи, они получаются не непредувидимые, а предувидимые, да, то есть, я знаю, что раз в 10 лет накроется холодильник, я знаю, раз в 6 лет накроется, там, стиральная машина, он, вот и все, это не кризисы жизненные, это просто для них нужно иметь кризисный фонд. Помимо, помимо таких больших кризисов, мы с нашей семьей еще откладываем на урок технику, допустим, если я знаю, что я хочу покупать, там, раз в 5 лет телефон, телефон, который я хочу, стоит 30 тысяч рублей, на iPhone, допустим, 5 SE, я купил вот недавно, то я знаю, что, там, приблизительно, приблизительно, приблизительно в 5 лет 60 месяцев, да, то есть, если я хочу получить, там, ну, 30 тысяч за 60 месяцев, нужно отложить 500 рублей на телефон каждый месяц. Вот и все, амортизация, это очень просто. Поэтому кризисный фонд, оргтехника, ну, такие большие составляющие. Еще одна огромнейшая составляющая, это автомобиль, да, здесь очень важно знать, сколько ты тратишь на автомобиль, для того, чтобы амортизировать его, и знать, сколько у тебя стоит километр. Допустим, я знаю, что мы проезжаем, ну, в нашей семье, где-то 30 тысяч километров в год, это достаточно много, вот. Я также знаю, что бензин, то есть, у меня уходит на каждый километр, где-то там на Делике, допустим, 3,5 рубля на каждый километр только бензин. По грунтовым дорогам просто опыт показывает, что амортизация машины, там, подвеска особенно, там, очень много сжирает, вот. Ну, и вообще другие затраты. Это приблизительно приравнивается к бензину, да. То есть, если я знаю, что я проеду, там, 100 километров, то мне нужно, будь добр, заправить 350 рублей в бак, и, будь добр, положить 350 рублей в конверт для будущих, как сказать, ремонтов. Вот. Но если я знаю, что я проезжаю, там, 30 тысяч километров в год, то я спокойно 30 тысяч делю на 12, да, у меня получается, там, 2,5 тысяч, там, километров в месяц, вот, и еще, там, умножаю на 7, да, получается вот сумма, которую мне нужно отложить на автомобиль. Это большое, для нашей семьи, это самая такая большая, один из самых больших статей затратов. Почему-то очень важно откладывать эти деньги, потому что придет момент, когда тебе нужно покупать резину, или когда тебе нужно сделать ремонт, и опять кризис, и что делать? Гасит, там, не знаю, кризисный фонд, или, там, я не знаю, тратит, там, деньги на кредитные карты. Нет, ты знал заранее, это, это просто, это не, это не, это не шок, это не какой-то, там, сюрприз, у тебя, там, резина кончилась, она, она каждый километр изнашивается, и не надо быть таким тупым, в плане денег, в плане своих финансов, в плане своей жизни, ждать, чтобы, там, жизнь тебя постоянно гасила, и ты постоянно тушил эти пожары, да, то есть это очень важно понимать. Еще одна, там, категория для нас очень важна, это, естественно, еда. Наша семья, мы составляем это из 300 рублей на человека на прием пищи в день, 90 рублей на прием, ну, на весь день, то есть, и это у нас вся бытовая химия, то есть, ну, там, для губки, там, посуду мыть, там, еще что-то, все, что там ванна, туалет и кухня, это все входит в эти 30 рублей на человек на одно приемо пищи, или 90 рублей на человек на день, да, то есть, у нас дети, мы считаем их за полулюди, на 50% от человека. Очень, очень легко, да, то есть, посчитать, сколько тебе нужно, ну, пищи в месяц. Отложу его с начала месяца в конверт, все, больше мы не тратим на пищу здесь. Если мы хотим покушать где-нибудь в ресторане, или там еще что-то, то, естественно, мы должны иметь другой конверт именно для этого, но мы не начинаем просто тратить деньги налево-направо, когда-то нам благорассудится, так скажем, да. Еще один большой затрат для многих, это одежда, но хотя я это не понимаю, потому что одежда в наше время, это реально дешево, если не гнаться за трендами, за брендами, там, и за френдами, то ты можешь реально, ну, очень много сэкономить на одежду. Пять человек в семье, и мы тратим 12 тысяч рублей в год на одежду. Это огромная экономия для нас. Конечно, мы где-то что-то там, когда бываем в Америке, отовариваемся всяких сэкхандах, но все-таки мы не так часто там бываем. Мы вот в этом году, вернее, в 16-м году мы ездили, до этого, в 2010-м году мы ездили, поэтому там раз в 6 лет, там раз в 5 лет, это не так уж часто, чтобы отовариваться. Но 12 рублей в год мы тратим на всю нашу одежду. Вот почему у Джаза сходит заплатка. Ну да, ну да, но просто это то, то вечно, который я не хочу тратить деньги. Еще, естественная категория, это еще категория коммунальные нужды, допустим, там, вода, свет, дрова. Амортизировать и расходовать, да. Вот такая вот идея, она не хитрая, на самом деле. Лично я нашел для себя, что когда у меня физическое разграничение по конвертам, у меня, ну, намного-намного проще. Не просто, когда у меня деньги просто лежат пачкой, а у меня все распределено, допустим, там, виртуально, не так эффективно. То есть, лично для меня, мне нужно именно, именно такое вот физическое распределение финансов, для того, чтобы, когда я заглянул в конверт, о, уже заканчивается, надо меньше ездить. Или, о, заканчивается, там, надо меньше, там, тратить на еду или еще что-то, да. То есть, а потом плюс еще конвертная система, она помогает тебе в делегировании. Допустим, у меня жена полностью занимается, там, кухней, там, ванной, туалетами. Раз ее конверт отдал, и все, занимайся, там, таких проблем, справляемся с поставленной задачей. Вопрос такой, в бюджетировании, ну, кто управляет кем? Твои финансы управляют тобой, ты работаешь, чтобы их заработать, но их вечно не хватает, или ты управляешь своими финансами, да, ты их направляешь в те русла, как работники, чтобы они работали на тебя. Многие люди терпят стресс в семье, из-за того, что нет семейного бюджета, поэтому, если ты семенин, семейный человек, садись со своей женой, обговаривайте, где вы можете что-то сэкономить, где вы можете что-то урезать, составьте план, потратите деньги заранее, на бумаге, чтобы их можно было потратить целевую, уже вживую, держитесь этому плану, это для начала тяжело, но это приводит в очень большой успех потом. Поэтому бюджетирование, потратите свои деньги два раза, составляйте для себя такую систему, такие договора с вами с собой, чтобы иметь такое спокойствие и мир на сердце. Ну, вот, приблизительно, вот такой вот обзор, как мы управляемся, управляемся здесь, со своими финансами, вот, надеемся, что это вам как-то поможет, вот, и что у вас будет большой успех на Господней земле. Давайте с Богом!